МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас витает служба информации Талерадо и компания Гомель. У студии Наталья Игнатенко. Добрый вечер. Энергоэффективное буддовничество, тепловая модернизация и применение экологично чистых материалов. Сегодня у Гомеля пройшла международная конференция. Это удельники, якою шукаються отказ на питание, как зарабить проживание у индивидуальных домах больше комфортным. С выказанными думками ознайомился Олег Синцерову. Далеко не все жахары Гомельской области сегодня марте жить в шмат поверховых домах. Инша справа, чтобы подавать индивидуальное жилье, для некого складано в финансовом плане. Немалые сродки могут потребоваться потом и на его эксплуатацию. Сегодня приватный сектор займает у Гомеля значную территорию и в ближайшие годы она на урате изменится. При этом побач с сучасными коттеджами можно убачить побудовы, узвезденные 10 лет тому. Самое цикавое, что их владельникам зимой обогрев будинка часто обходится практически у однольковой суммы. Правда, когда у одних это связано с великими площами, то у инших со значными стратами тепла. Как провести тепловую модернизацию и таким чином повысить комфортность проживания? Минавидах это питание и получали у дейники международной конференции с улыком в опыту инших краин. Очень тяжело в Германии сейчас получить новые площади, чтобы строить новые дома. Поэтому сначала записываются все старые дома, которые есть в какой-то местности, и смотрят, что можно сделать с этими старыми домами. И новые участки можно только получить, когда все старые дома будут модернизированы, реконструированы. По великим рахунку, проблем с наявностью материалов для тепловой модернизации жилых домов сегодня у Беларуси нема. Специалисты кажут, что до кожной побудовы необходимо подходить индивидуально, а в целом заниматься этой справой необходимо. Уречте, экономия электро- и теплоэнергии это не только державная задача, а и промышлях для повышения добробыту конкретных людей. Стеновое утепление – это кровельное, это межчердачное, это надподвальное перекрытие. То есть при этом добиваемся от дома максимального энергосбережения, а значит экономию средств. Сегодня будовничный рынок Беларуси пропануя достаточно широкий выбор теплоизоляционных материалов. Кожный из них мая свои плюсы и минусы, причем до некоторых материалов интерес может вертаться празд десятки годов. До таких утепляльников у приватности можно отнести лень, солому и треснёк. А почняга до речи на белорусских болотах за всё дыха пала, причем с кожного гектара можно собрать до 18 тонн чароту. Треснёк на самом деле не экзотический материал, это материал, который у нас произрастает повсеместно в Республике Беларусь, на болотистых местностях, на озёрах. Чтобы утеплить дом, мы используем два слоя треснёковой плиты по 5 сантиметров, то есть всего 10 сантиметров у нас на стене и 15 сантиметров в крыше. Этого достаточно, чтобы добиться очень хорошего, тёплого дома, энергоэффективного дома по сегодняшней мерке. До речи утепляльники треснёку довольно активно набывают замежные будовничья компании. Пытанием эффективного теплосбережения сегодня надается у всё больше значная увага. Традиционное белорусское жильё выключение быть не повинно. Олег Сентюров, Йоген Макеенко, Телерадо, компания «Гомель». На передо дни наступления холодов представники жилёва коммунальной господарки охучили дадзины по тепловым работам, проведенным в этом году. Размова отбылася под час радиопрограммы задая пытание уладзе на хвалях «Гомель плюс». На сёння заменена аппаратку 130 километров тепловых сеток и каля 50 домов удалось утеплить. У планах капитальный ремонт амаль 150 домов, а на двор и в доме, справа и самих же хоров. Каб зимой захавать комфортную температуру, рекомендуется убрать меблю от радиаторов и, каля не установлены шклопакеты, утеплить в окна и дверы. Во время отопительного периода не ниже 18 градусов должна поддержать температуру квартиры. А кроме того, можно скорыстаться послугой тепловой модернизации и полепшить, а не просто обновить характеристики конструкции. Таким чином можно утеплить и ок особную квартиру, так и увесь старец дома. Процедура проводится за кошт сродка уже хоров. Кабьёй скорыстаться, достатково написать заяву уже у. Памятный знак воинам-землякам з'явился у поселку Чонки. На гранитной плите высечены прозвищи уродженцев сельсовета, якие не вернулись из палеу веалекайчинной войны. Открытие мемориала промерковали до двух значных дат. 70 годзе перамоги и годовине утворения Гомельского района. У склад Чонка узкого сельсовета выходит три населенные пункты Чонки, Поляна и Сеуруки. Идея установки мемориального знака належит местовым жихарам. Цаамены займались и сбором информации об земляках, якие не вернулись из войны. Выровеляли списки все эти, которые собирались миром, уточняли во всех жителей, которые еще живые, кто есть, кто помнит, кого как, потому что многие, к сожалению, были не учтены. Приходилось доставать архивы. На фронт отправились больше за полтысячи жихаров Чонковского сельсовета. Они вернулись до моста 116. Их имены и высечены на гранитной плите. Памятный знак открыли ваурочистые обстановцы. На митингу присутничали мясцовые улады, представники громадских организаций, школьники. Установили мемориал при финансовой допомозе областной организации Белорусского фонда мира. Сегодня прошел научный семинар для профсоюзного актива работника в Совете Гомельской области. Основными темами стали выники доходящего года и перспективы развития на наступный. Амаль 140 человек из разных кутков Гомельщины присутствовали в зале Белтелекама. В формате видеоконференции Гомель наладил совесть с всеми регионами области. До речи, такой интерактивный способ контакту нововведение. Профсоюз работника в Совете позначили основные подеи 2015 года. В серед важных выника пероход наличбовое телевизионное вещание и развитие электронных послух. Например, в Белпоште створена автоматизованная працовка и сортование листов. Наденные штеммы профактива, выполнение социально-экономичных показчиков в наступном году. Вопросы связанные с организацией комплекса мероприятий, которые приняты были на съезде. Это совершенствование структуры, это вопросы расширения профорганизаций, вовлечения в эту работу тех организаций, где нет профорганизаций. То есть немало. В Гомеле протягивается 13-й международный детячий конкурс музыка надеи. Он будет проходить на протягу четырех дней в стенах Гомельского державного колледжа мастерства имя Соколовского. За ходом прослуховывания первого конкурсного дня назирал наш корреспондент Вероника Ворошилина. Подчас конкурсных прослухований у стенах Гомельского державного колледжа мастерства имя Соколовского шмат людно и хвалююча. Поколь одны юной музыки демонструют свои творческие умения в концертной зале, иншая под ее двярыма отпрацовывает опошные детали своего выступления. Десятигадовая удельница конкурса Лира Кондратьева приехала у Гомельс Борисова. Запляшим этой маленькой и деликатной одноквельми працавитой и метанокерованной девчонки перемоги у подобных творческих конкурсах оголовная непередольная тяга до музыки и высокого мастатства. Я занимаюсь музыкой два года. Саксофон на нем очень для меня легко на нем играть. Он мне нравится, красивый звук на нем. Я думаю, что буду все дальше и дальше быть музыкантом. Все летний международный детяшек конкурс музыка Надея объятна уодинным творчим порыве около 120 юных музыков из 5 краин света. Это талиновитые и амбициозные конкурсанты из Беларуси, России, Украины, Молдовы и Эстонии. В целом, это престижный и очень известный музыкальный конкурс проводится уже 13 раз и за этот час у них приняли удел больше тысяч юных талентов из 8 краин. В этом году, как и во все предыдущие, дети очень талантливые, музыкальные, одаренные и каждый из них заслуживает признания. Может, для кого-то этот конкурс будет новой ступенькой в их творческой карьере. Если для конкурсантов этот музыкальный марафон творческая пляцовка, которая дает шанс для реализации своих талентов, то для членов журы, увлеку яких заслуженные артисты и дейшим остатся, эта махчимость одобрать наибольш ярких и талиновитых юных выканавцев, которые будут прославлять свою краину. За звание лепших удельники селетнего творческого споборництва смагаются в двух взрослых группах. Яны демонструют свое мастерство уволоданным духовыми и ударными инструментами. По выниках конкурсу ягупераможцы отримают дипломы и грошовые премии. Яны так сама выступить в заклюшном концерте у стенах Гомельского державного колледжа Мастастаства и Мясоколовского подчас урошистого закрытия музыки надеи. Вероника Ворошилина Игорь Марышченко телер до компании Гомель. На Гомельщине полным ходом идет подрыхтовка до Нового года. Какие приемные сюрпризы для жихаров в области рыхтуют супрационники сферы гандлю и послуг? Поцекавился наш корреспондент Ганна Ковалева. Если на дворе совсем не вызывает новогоднего настроя, то витрины в пригодные гандлевые залы не дадут сомневаться тем, что свято уже близко. Во всех буйных крамах областного центра уже разгорнуты перед святочных гандель елками, новогодними цацками и сувенирами. На некоторые товары обязаются снижение гандлевых надбавок и отпускных цен. Минус 20% на новогодние елки. Выгода покупателей например на елке 150 сантиметров составляет 120 тысяч. На эту сумму покупатели могут приобрести себе еще в добавок украшения елочные. Некоторые социально значенных товаров можно будет нобыть в два раза тоней, звычайно. В этом списе, кроме продуктов харчевания, промысловые товары у тем лику оденни из белорусского тракотажа. При этом по мере наближения нового года колькость акцийных пропанов будет расти. С 23 числа у нас будут проводиться новогодние ярмарки. Это будет продажа непосредственно к новому году, кондитерских изделий, елок натуральных. С 23 числа начнут организовываться. Больше 130 ярмарок будет проводиться. Это повсеместно на территории Гомельской области. До початку працы елочных кермашов досталось два тени, а уже заросли с Гомельской в области готовы до новогоднего гандля. Усяго в области будут спрацовать каля 50 елочных кермашов. Шесть их в областном центре. В этом же планируется продать в два раза больше. В любом случае заготовка идет текущая, елки поступают в торговлю свежие. По мере необходимости будет проводиться вырубка новогодних Они будут подвозиться в торговлю для реализации. Но эти елки есть в наличии и готовы для продажи. Кроме того, елку можно набить, вернувшись в любое лесничество в области. До обойдется минимум 75 тысяч. Двухметровая коля 130. Грунтовно гомельские лесгасы подрихтовались и до встречи с елочными браконьерами. Уперед новогодние дни свою рейдовую деянность измолценить отделы оховой лесу. За незаконную рубку в лесах первой группы это например все леса Гумельского района штраф от 900 тысяч до 9 миллионов в лесах второй группы до 30 базовых величин. При совершении ущерба в особо крупном размере уголовная ответственность. Разом с тем, лишь бы статистики выполнено полтора елочных браконьеров с каждым годом становится все меньше. Ено изразумело сости с лесу незауваженным навод заодно лесные массивы обсталявали специальными фотопастками, которые реагуют на рух даже в темный часуток. А про пару мгнений фотоздемки уже на столе у сотрудников милиции. Как вы снова купить новогоднюю пригожуню законно, а выйдется прикладно в 100 раз у тайной. Ганна Ковалева, Игорь Маришенко, телерадиокомпания Гомель. И в протяжении темы. По колью областный центр активно рихтуется до встречи нового 2016 года. Наши корреспонденты вырошили поцикавиться у его жихару и гостей, и какие подарунки они жадают отримать у этого свято. Главное, чтобы от души все равно, что. Путевку в Сочи, побудусь на турею в Сочи. Шкатулку, куда можно положить браслет, ожерелье. Звонки от друзей это первое. Ну, от детей что-то. Ну, как что-то? Внимание, не больше. Я бы хотела получить или ноутбук новый или самые классные наушники. Сладости, наверное. А почему? Ну, потому что это приятно. Такого материального подарка я бы не хотела. Я бы хотела, чтобы вся моя семья, я, дети и внуки были здоровы. Вот это будет самый большой подарок. На Новый год я бы хотела получить новый телефон. Я бы хотела получить на Новый год дружбу новую, чтобы было много друзей и чтобы каждый жил в мире. Хотела бы отдохнуть где-нибудь на море. У меня просто есть две книжки одного автора, Джена Грина, американского. Я бы хотела собрать всю коллекцию, у меня осталось три книжки. Самый хороший подарок – это, чтобы хорошо жилось в Новом году, чтобы не было войны, близкие, родные, дети, все были здоровы, живы-здоровы. Их это была пошняя информация о выпуске. Студы працевала Наталья Игнатенко. Усяго добрыха, до новых сустречу эфиры. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова